Всем привет, меня зовут Томми Ройтман, я являюсь президентом клуба молодых бизнесменов. У нас в гостях бизнес-тренер Исхак Кельтасевич. Исхак, привет. Привет. Либо шалом. Шалом, привет. Но я не бизнес-тренер, я эксперт. Я эксперт в системном развитии. Есть огромная разница между экспертом и бизнес-тренером. Давай с этого и начнем. Какая разница между экспертом и бизнес-тренером? Бизнес-тренер – это профессиональный навык, который позволяет обучать группы людей каким-то навыкам, бизнес-навыкам или другим навыкам. То есть это название профессии – это одна пятая из того, что я делаю. То есть я обучаю группы людей каким-то новым навыкам. Например, сегодня я был в лице бизнес-тренера по продажам. То есть я обучал навыкам продаж. Теперь кто такой эксперт? Эксперт – это человек, который в чем-то разобрался досконально. Он очень знает какую-то сферу знаний. И он может в этой сфере обучать не только как бизнес-тренер, а еще и как коуч, консультант, автор статей, автор книг и лидер мнений в этой сфере. То есть эксперт – это тот, к кому обращаются за экспертной оценкой чего-то в этой сфере. И вот я эксперт в системном развитии личности и бизнеса. То есть я эксперт в пяти сферах. Личная эффективность – у меня есть тренинговые программы, коучинг, книги. Семь книг я написал в личной эффективности. То есть сказать, что я бизнес-тренер – это только маленький кусочек того, что я делаю. Это очень важная вещь. Я очень советую всем бизнес-тренерам стать экспертами. И все, кто обладают экспертными знаниями, добавить к этим знаниям навыки бизнес-тренера. То есть вот это вот разница между экспертом и бизнес-тренером. Скажи, Скорб, ты очень активен в социальных сетях. Да, я лидер мнения, это называется. Да, я часто наблюдаю, я у тебя в друзьях в фейсбуке, ты часто делаешь прямые эфиры, ты часто выкладываешь видео в ютубе. У тебя где-то по по счету, если взять все социальные сети, у тебя где-то миллион двести тысяч подписчиков. Да, миллион двести тысяч. Ребят, ты можешь рассказать, как набрать столько подписчиков и почему у тебя так важно постоянно быть в интернете? У меня есть моя технология, я ей научился, я ничего не изобретаю. То есть мы идем где-то с опозданием на 3-5 лет за Америкой. И в Америке есть люди, лидеры мнения, Гарри Войнерчук, например. Он совершенно создал уникальную медиа-империю именно только в соцсетях. И я у него учился, то, как он это делал. Значит, есть технология, то есть эта технология, ее так на пальцах не объяснишь. Ну, по-простому, я готовлю какой-то контент для одной из соцсетей. Ну, чаще всего это Facebook именно, да, с этого все начинается. То есть там такой формат 10-15 можно минут, да. Через этот формат я нахожу то, что заходит в моей именно аудитории, тем людям, которые от меня любят получать информацию. То, что к ним заходит. То есть я нахожу какую-то удачную идею. И потом эту идею я перевожу в другие формы контента. То есть это не то, что я готовлю контент специально для какой-то одной соцсети. То, что сработало в одной соцсети, я перевожу в другие соцсети только в том формате, в котором они потребляют. Ну, по-простому ясну. То есть тот пост в Инстаграме, который там срезонировал очень сильно, я из этого поста, я понял, как это работает, я из него сейчас сделаю серию постов и для Facebook, и для YouTube. То есть то, что сработало в Инстаграме, но я это переведу, если в Инстаграме это одна картинка с подписью, то для Facebook это будет, возможно, короткое видео с другим текстом, возможно, это будет несколько фотографий других. То есть для YouTube это будет целый видеоролик, 15-минутный ролик на тему, вот эта актуальная тема, которую я понял волнует мою аудиторию. Я, значит, на эту тему сделаю крутой ролик для YouTube, но это будет там 12 минут примерно. А ты можешь сказать, что это был за пост и почему такой резонок? Пост был простой. Значит, я эксперт в системном развитии личности и бизнеса. Я недавно совсем столкнулся с видео одного человека, которого я сейчас наблюдаю, изучаю, зовут его Садх Гуру. Есть такой он, но учитель, восточный, восточный учитель, просветленный, не просветленный, но он вышел на Запад с очень интересной идеей внутренней инженерии, и я как эксперт, если я в этой теме эксперт, я должен знать все в своей, в области своей специализации развития личности. Я изучаю его подход. Мне его подход интересен, нравится, не могу сказать, что я нашел что-то принципиально новое, но очень такой интересный подход. И у него он затронул тему марихуана. Или способствует марихуана духовному росту, или не способствует. И я задумался на эту тему, или способствует, или не способствует. У меня, это для меня вопрос, я не могу сказать, что я уверен в чем-то на 100%. То есть, я не знаю, у меня есть друзья, которые курят, есть друзья, которые не курят, есть люди, которые курят, например, у меня есть партнерша по издательству. Самая позитивная женщина в мире, отличница. Ну, то есть, вообще, нет, она, ну, реально, более, более человека законопослушного, порядочного, такого, знаете, вот, я, ну, не знаю от этих людей. Активистка, комсомолка, отличница, знаешь, вот есть такие люди. Но она недавно была в Голландии, она мне рассказывает, была в Голландии, значит, пошла, накурилась, значит, все. И я, то есть, это и так было, мне удивительно слышать, ну, от кого угодно, только не от нее. Но она, именно потому, что в Голландии это законно разрешено и, как бы, легально, она именно поэтому там и делала. И я вдруг понял, что, ну, то есть, это вопрос. Я написал своим подписчикам, вот, как вы к этому относитесь, мне было интересно. То есть, если вы за и курите, поставьте один. Если вы против и не курите, поставьте два и объясните, почему. Если три, у вас есть какие-то другие идеи, тоже напишите. Тысяча комментариев, вообще, тысяча комментариев в Инстаграме. Хотя у меня обычно там, ну, максимум было 300. Тут тысяча. И люди так опишут. Оказалось, то же самое, 50 на 50. 50% нет и объясняют, почему. 50% да и объясняют, почему. Вот как понять. Кстати, если вы, да, садхгуру, чтобы не думали, что он против этого. И я тоже против. То есть, лично я против курения марихуана, конкретно против. Почему? Потому что, если оно дает кратковременный эффект расширения сознания, то следствием этого является долговременный эффект потом оттупления и сужения сознания. И та цена, которую приходится платить за расширение, она намного выше, чем то, что ты получаешь в виде бонусов от этого расширения. И он говорит, что это реально путь вниз. Несмотря на то, что сам процесс, он чуть-чуть тебя поднимает, но не стоит это делать этим методом. Вот так я считаю. Да, скажу, вот, допустим, участники, ну, не только участие, зрители думают, а вот как мне понять, какой пост хороший, какой пост плохой. Вот, допустим, я напишу какой-то пост провокационный насчет курения, либо алкоголя, либо еще, может быть, какая-то тема. И это сделает для моего канала, для моего профайла плохую репутацию, и потом нужно будет как-то... Так, опять же, здесь, да, я понял вопрос, чем прекрасен интернет и соцсети, здесь можно все протестировать. То есть ты берешь, постишь какой-то пост, в отношении которого у тебя сомнения, и смотришь на первую реакцию. Если первая реакция сразу показывает, что он не заходит, ты его просто удаляешь, никаких проблем. То есть протестировал, ну, увидел его 10 человек, 20. Ну, даже если его кто-то перепостил, ну, все равно ты его удаляешь, но мало кто. Если его перепостили, ну, опять же, еще раз, если перепостили, пошла полемика, она иногда может быть даже к лучшему, потому что ты... Как вот пошло с партнядином, например, да? То есть в первый момент все на него ополчились, то есть пошла как бы волна против него. Потом он берет, и эта волна заставляет его мобилизоваться, и подняться, и сгруппироваться, то есть он уже был расслаблен, у него не было уже того азарта лезть вверх, который, ну, который нужен для того, чтобы постоянно лезть вверх, да? А тут вдруг его тряхнуло, он собрался, и теперь у него будет второй взлет, я уверен, что иногда негативная вот эта реакция, она помогает выйти на следующий уровень. Портнягин, Дмитрий Портнягин, канал Трексламатора, все о бизнесе. Хорошо, а как, допустим, мне, ну, человеку, который начинает свою историю популяризации своего фейсбука, инстаграма, ютуб-канала? Ты как считаешь, с чего нужно начать? Какие предпринять шаги, чтобы дойти до такого хорошего результата, как у тебя? Можно же перегнать себя. Первое, здесь самое главное, это системность. То есть здесь те люди, которые хотят этим заниматься не системно, у них нет шанса. Вообще, если ты хочешь чем-то заниматься, нужно понимать, что в жизни выигрывают марафонцы, и нельзя рассчитывать на быстрые результаты ни в чем. Второе, тебе нужна модель. То есть ты не можешь изобретать самолеты, ты не должен быть очень умным, таким и считаешь, что ты умнее других людей. Ты должен вначале научиться, как в музыке есть гаммы, есть потом классика, а потом есть уже импровизация, там джаз и сочинительство. Здесь то же самое. То есть ты должен взять форматы тех людей, которые в той сфере, где ты хочешь быть известным, то есть в сфере, не просто я хочу быть известным, так не работает. Человек должен каким-то образом приносить пользу людям. То есть как ты хочешь приносить пользу, или красивыми сисками, или красивыми там позами и так далее. То есть если красивыми сисками, красивыми позами, то тогда посмотри, люди-то уже любят кого-то. Почему они его любят? Почему они смотрят на эти посты? Почему они... То есть ты посмотри, что делают лидеры в той сфере, в которой ты хочешь быть, продвинуться в сторону лидеров мнений, и начни у них учиться делать что-то, что делают они, похожее, более похожее, менее похожее, то есть набивая руку, можно сказать, да, пости, 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 потом ты ловишь свою волну, где-то в какой-то момент оно выстреливает, и ты начинаешь уже, ну, на этой волне ты садишься и начинаешь ее развивать. Все, вот такой метод, все так делают. Скажи, пожалуйста, допустим, если взять, касательно личного роста, то, что помогает нам становиться лучше. Вот есть такая фраза, что мы являемся средним нашего окружения. Что ты скажешь об этом, твое мнение? Ну, это абсолютно справедливая, правильная фраза. С кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому, если ты общаешься с людьми обломщиками, неамбициозными, слабыми, нытиками и так далее, то ты, естественно, от них набираешься, тут никуда не денешься. И наоборот, наоборот, я, например, смотря тот же пост Оскара Хартмана, например, да, я от него набираюсь. То есть, когда ты общаешься с людьми выдающимися, то ты от них впитываешь их силу. То есть, это очень такая понятная вещь. Скажи, а вот что ты думаешь о тех людях, которые являются директорами, руководителями компании? А в компании, допустим, строительная компания в основном, это кто? Это строители. Соответственно, ты достиг результата, у тебя своя компания, ты собственник, но твое окружение – это рабочие. Вот что делать такому человеку? Где ему находить людей, которые могут его чему-то научить? Где они находятся? Где живут эти люди? Ну, смотри, я считаю, что самое лучшее место – это тренинги. То есть, из тренингов лучшее место – это мои тренинги. То есть, понятно. Понятно, куда нужно переходить. Да, да. У меня есть для людей, которые ищут самое выдающееся окружение, есть платиновые места. Туда приходят люди, которые платят за место 3000 долларов, и они вместе потом собираются, тусуются и так далее. Я знаю, что у тебя тоже есть бизнес-клуб, да? Сколько у вас стоит участие годовое? У нас 500 евро в год. 500 евро в год. То есть, 500 евро в год – это может себе позволить, в принципе, ну, практически каждый. И вот здесь, вот тут опять же вопрос. То есть, 500 евро в год может себе позволить человек, который зарабатывает 1000 евро, 2000 евро. То есть, ну, в принципе, таких людей достаточно много. Но он, опять же, не получает вот этого эксклюзивного окружения. Есть окружение, ну, есть ограничения. Ты можешь туда попасть в случае, если у тебя, ворот, компания у двух миллионов лев в год. Да. В компании. Сколько это в долларах? Это у нас получается скупать у нас. Ну, вы реально… 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов. И вы реально проверяете или нет? Ну, то есть, по общению. Плюс он обязательно должен пройти собеседование у учителя, то бишь, у меня. И только путем понимания того, что он подходит нашему окружению, мы его пускаемся. Я… Не забываем вам удоба, это, ну, не Уклина, не Россия. Я советую, я советую, вот это сейчас на тренинге, я советую вам сделать еще один вид участия, платинового участия. Пускай люди платят за это, там, 2000 долларов в месяц, 3000 долларов в месяц. Все эти деньги ты можешь тратить на них же самих, ну, то есть, создать, что они, это они, они не… Ну, то есть, создать для них условия, чтобы они, платя, там, 2000 долларов в месяц, там, 20 тысяч в год, например, да, или, там, ну, 20 тысяч возьмем, да, чтобы они на эти же 20 тысяч получали, там, услугу, но что, что это даст? Вот сейчас, только в 2019 году, я собираюсь тоже сделать вот такое мероприятие, раз в месяц, там, встречаться, платиновая группа. Я сам одиночка, я не потребитель этого товара, я не могу сказать, что люди там покупают, я сам не клиент, я не понимаю, что действительно люди ищут в бизнес-клубах. Для того, чтобы понять, что они там ищут, тебе нужно именно тех, кто туда ходит, которые это покупают, а такие люди есть во всем мире, это принятая практика, то есть, во всем мире бизнес-клубы – это место, куда приходят, ну, все бизнесмены, они принадлежат каким-то бизнес-клубам, это престиж, это место общения, это место… Ну, то есть, ну, почему это, я не знаю, вот в этом я не эксперт, если я не эксперт, я говорю, я не знаю, зачем туда ходят. Хорошо, вот, допустим, мы в твоем понимании, окружение, насколько важную роль играет, допустим, для человека, почему важно, часто многие говорят, что ты должна обучить себя людьми, которые стемнеет тебя. Ну, опять же, с тем поведешься, от того и наберешься, это раз. Второе, что, если возьмем теорию, называется это пирамида потребностей Маслоу, то когда человек реализовал свои первичные потребности, у него есть просто потребность реальная принадлежать в социальной группе какой-то вот, именно принадлежность в социальной группе. Дальше он хочет в этой группе быть еще одним из первых. Вот это как раз та потребность, которую люди, в принципе, решают в этих бизнес-сообществах. То есть, если я бизнесмен, то я должен принадлежать какому-то бизнес-сообществу. То есть, если я крутой бизнесмен, я принадлежу самому крутому бизнес-клубу. Если я в самом крутом бизнес-клубе, у тебя сейчас вспоминаю, у меня есть один друг, который, он участвует в чемпионатах мира по сигарному спорту. И он в какой-то момент, он бизнесмен такой крутой, и он вдруг, он начал курить сигары, у них есть сигарный клуб, он меня приглашал, там круто так все, у них помещение, такое кожаная мебель вот они там собираются встречаются такие у них там ну то есть антураж такой даже две сигары зачем это нужно принадлежность какому-то социальному кругу и вот ему прикольно что можно пригласить сигарный клуб все со мной там но я не курю но тут как-то у них своя и своя и жизнь чеку нужно принадлежать какому-то или ты боя болельщик футбольного клуба футбольный болельщик или ты в клубе бизнес выбирать я узнаю что заметил на тренинге который сейчас проходил кишневе у нас были перерывы теперь и огромное количество людей между собой общалась знакомилась и когда мы их звали обратно включиться тренинг достаточно сложно сложно было остановить это говорит о нехватке общения людей в реальной жизни либо что происходит на тренингах почему настолько важна эта часть натворкинга и вот эти перерывы которые переходят желание общаться 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 ну смотри во первых в люди которые готовы развиваться хотят развиваться им это интересно их очень мало их там 35 процентов таких людей в основном люди такие они обломщики прибиты убитые жалобщики и обломщики называют теперь человек который хочет развиваться он пришел на тренинг и вдруг он видит что здесь там 300 людей таких как он то ему в его окружении все мы говорили ну куда ты лезешь но успокойся уже обломайся а тут ему 300 человек говорят слушай что ты как-то медленноватый такой давай еще вперед и он думает блин я не один вот это круто и поэтому он от радости что если такие люди как он он не может с ними надо общаться я думаю так да вот а вот твое мнение поездки другие страны и места где ты можешь получить знания от других углов насколько вот ты считаешь что вот опыт международный позволяет себе применить вот в своей стране насколько чужой опыт применим ну давай посмотрим правде в глаза что мы относительно западных стран мы очень сильно оцелом страны бывшего советского союза находятся относительно но тех же европейских стран америки находятся ну реально сзади по развитию во всех сферах жизни и когда человек едет за границу например учиться то он на нюансах каких-то он может понять как это все работает как это все устроено то есть это я считаю очень обогащает обогащает расширяет сознание дает материал для того чтобы потом вернуться что-то внедрить из этого как я близ президентом международного клуба молодых бизнесменов у нас как кишневе есть вот такие в одессе и у часто прижать одесситы к нам пишу и из кишнева наши участники прижать в одессу его может контакт обменивать насколько ты считаешь это крутая штука и делает толчок для понимать вперед вообще когда человек выезжает из привычных рамок это всегда дает ему такую встряску новый взгляд на мир такое освежение прошла куда и хорошо то есть даже если ты выезжаешь из тишинева в одессу или из одессы в тишинев это все равно изменения изменения формата изменения взгляда и она тебе дает как бы возможность увидеть что-то новое да потому что когда ты все время в одной и той же атмосфере с одними темы же людьми то ты конечно в эту рутину втягиваешься и не видишь всех возможностей которые вот они есть вокруг даже вот стратегические сессии обязательно советую делать не в том месте где ты находишься живешь на выехать куда-то подальше поэтому выезжать хорошо допустим для тебя есть случаев из жизни который у тебя поменял изменил кардинально что это был случай случай жизни который меня ногу это может быть может книга может фильм может быть человеку что то что тебя поменяла что то что меня поменяла кардинально изменила но последнее время мне очень сильно управляла на меня книга принципы рейд далио это такой подход причем я ее многим людям советовал и она не всем заходит он миллиардер такой логиком вообще с железобетонная и вот мне очень она понравилась она я много лет преподаю эксперт своей нише но вот именно в чем прикол эксперта что эксперт никогда не должен останавливаться я мог бы сказать да я уже знаю все я написал там 14 нет и про личностное развитие лично эффективность я написал там из 14 написал из них там 10 например да про личностная личная эффективность но я продолжаю постоянно учиться садгуру вот и рейд далио принципы это была одна из таких не которые вот она вышла месяц назад только на русском месте до этого читал на английском и и она реально добавила мне в метод рейд дали о по постановке целей который лучше чем все что знал до этого то есть все я книгу написал став цели я там в этом ну реально проводил тренинги для крупнейших корпораций помогал ставить цели но самым мощным людям и тут бах метод рейд далио и просто это для меня был прорыв который ну по эффективности его метод лучше чем все что знал до этого понимаешь поэтому поэтому что эти хочу сказать вот книга принципы рейд дали мне за последнее время дала самый большой взрыв